Ретарха, конец эпохи, новая искренность. Дорогие любители постмодерна, представьте, вы выходите замуж, или, что хуже, женитесь. Тогда вам надо подписать брачный контракт. А как иначе? Без брачного контракта вы покажетесь современному миру глупеньким человеком. Не будьте наивны, не доверяйте, не чувствуйте, не будьте искренними, это не модно в современном мире. Вы хотите сказать о любви? О чистой, шекспировской. Не стоит трудов. Вас посчитают автором недалеким или даже детским. Хотите быть убежденным в своих взглядах? Выйти и честно сказать, на работе, дома или даже в интернетике. Выйти и сказать, я коммунист или я либерал. Не советуют... Я коммунист. Так говорит так твердо, потому что в ответ общества подвергнет вас осмеянию, мему, лолу и кеку. Потому что это слишком серьезно. Что значит вы тот-то? Умерьте пафос. Все же вокруг знают, что нет никаких искренних убеждений. Все ситуативно. Хуйня. Ну это чё ж, все так не считают. У каждого человека есть свои искренние убеждения. И каждый человек, ну, многие их осознают. И люди выстебывают коммунистов не потому, что они постмодернисты в сущности своей, а потому что у них обычно другие убеждения. Ой. Ой-ой-ой. Сильно глубоко копаю, прошу прощения. Иначе? Хотите мир без симулякров? Хотите мир искреннего и настоящего искусства и человека? Ну тогда, как минимум, постмодерн не ваша эпоха, дорогие любители постмодерна. Жан Бодриар в свое время в работе «Заговор искусства» точно подметил, что двуличие современного искусства, а мы скажем культуры в целом, в том, что она претендует на ничтожность, в то время как уже является ничем. Стремиться ничего не значить, в то время как уже ничего не значит. Потому что наш век – век победившего цинизма и победившей иронии, когда ничто ничего уже не значит. Нет. Это херня. Нет больше ничего ни искреннего, ни в искусстве, ни в убеждениях. Спасибо, Марка. Танцуем все. Ссылка удалена. Все потанцуем. Вы равно за 3х с Енолику и ссылка удалена. Первая ссылка... Что это вообще такое? Ладно. Вы ссылку неправильную скинули, но я смогу ее починить. Я смогу ее починить, собственно, но вы ее, конечно, поломали, дай бог каждому. Не понимаю, почему. Танец удалена. Зачем вы поломали ссылку, я не понимаю. Я ее починил. Да что вы все в записи-то все глядите? Все-все. Ну, я ладно, я понимаю, почему Усин-то смотрит записи. А что вы, Маркус? Футбол опять? Опять футбол? Вместо шедова. Опять футбатс какой-нибудь. Футбольчик. Спасибо, Маркус, в любом случае. Всего доброго. Ведь всем и научены, что за каждым словом современного музыканта нет трагедии или желания хайпануть. Все мы в постепоху не можем поверить ни одному политику, подразумевая, что у него нет и не может быть никаких искренних убеждений. В смысле? Нет, мы так не подразумеваем. Цунада пишет. Может быть, она попытается рассказать про новую искренность чеченцам или ауе-ребятам. Конечно, она не объяснит. Весь ютуб в этих видосах. Однако не все так мрачно. Про свет все же есть. Пока, правда, непонятно, это свет в конце тоннеля или наоборот выход из пещеры. Но свет виден. И я вам его укажу. Ведь, перефразируя классика, сидя дома на диване, я создала свой стиль и вас всех спасу. Собственно, встречайте спасение. Его величество. Метамодерн. Потому что метамодерн как раз и ставит своей задачей преодолеть цинизм постмодерна и утвердить новую искренность. Когда станет вновь возможным настоящая искренняя. А в чем цинизм? А в чем цинизм постмодерна вообще? В чем заключается цинизм постмодерна? Постмодерна, ну, постмодернистические философы, например, они тотально убеждены в том, что необходимо критиковать философию модерна, например. И доброе и светлое. Как раз о примерах метамодерна в нашей культуре мы сегодня и поговорим. Но для начала небольшой экскурс в историю самого термина. Этот термин вбросили в общественный дискурс два, скажем прямо, малоизвестных широкому кругу гражданина. Тимотеус Вермюллен и Робин Ван Ден Акер, которые в 2010 году опубликовали манифю... Что, это близнецы, что ли? Братья-близнецы? А, метамодерн. Смотрите, ребят, это постмодерн, а это метамодерн. Не перепутайте, не перепутайте. Пупа, лупа, постмодерн, метамодерн. Не путать, пожалуйста, пожалуйста, ребята, не путайте, не путайте. До и после, до и после, короче, все просто. ...модернизм, в котором постарались доказать, что в культуре произошел поворот от цинизма и иронии к искренности и романтике. Так это был один и тот же человек, он вас обманул как бы. Он не искренен. Звучит несколько наивно, не правда ли? Прошло 10 лет, и что-то пока вообще не видно никакого метамодернового поворота. Ведь наше искусство все еще симулякорно, наш дискурс все еще полон иронии, а искренность убеждений современных деятелей культуры, мягко говоря, под сомнением. Однако нельзя и не согласиться с тем, что метамодерновые или ренессансные, если хотите, проявления, начинают распускаться в преддверии метамодерновой весны. Их мало, но все же... ...метамодерновая весна, блин, ладно, окей. ...искренне утверждающие новые смыслы, пытающиеся преодолеть лживый цинизм посткультуры, такие деятели все же есть. Я приведу несколько примеров, причем попробую дать их на контрасте с той постреальностью, в которой они пытаются действовать. Начнем с политической сферы, хотя, конечно, наверное... В смысле пост? Какая постреальность? Что за херня? Вообще, что за разговоры? Какая нахуй постреальность? У нас, блядь, общество из сиентистов ебучих состоит. У нас общество, блядь, состоит из людей, которые веруют в науку, на коленях стоят, блядь, перед учеными, молятся, блядь, в университеты ходят, в школах, блядь, учатся. Изучают науки разные. Все, блядь, все без исключения. Какой нахуй постмодерн? Где он? Где постмодерн? У нас все книжные магазины, забитые всякой научной фантастикой. Какой, блядь, постмодерн? Ты ебнулась, что ли, блядь? Ты кто такая вообще? Сложно будет найти метамодернового политика. Приветствую, Егор. Но в околополитической сфере такие найдутся. Например, мне вспоминается инициатива Вестника Бури. Он видит... Он политик? ...линый левый блогер, организовывает марксистские кружки, причем в нескольких городах... А он политик? ...к России, которые, по идее, должны заниматься просвещением и донесением марксизма в широкие массы. Идея сколь стара, столь наивна. Но кому в трезвом уме сегодня, в век вай-фая... Да кому, блядь, угодно! Таких глупоюбов миллиарды! Спасибо, топич! Спасибо, топич! Ссылка удалена. С 3.40.00. Вау, 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 вау. Ну вы, собственно, скинули с тайм-кодом. Спасибо. Чё там? Чё это такое? Стрим Маргинал? Маргинал смотрит видосы в гостях на поучительных историях? Окей, интересно. Посмотрим, опознаем. Приветствую, Янкель. Приветствую, Янкель. Шаламалейкум. Я просто вообще не понимаю. Я серьёзно, я не понимаю, когда речь заходит о всех этих постмодернах, я просто, я в шоке немножко, потому что, ну, почти все люди, они наивные. Ну, то есть, в смысле, у каждого человека там есть свои убеждения. Люди, которые произносят слово симулякор, их буквально, не знаю, по пальцам пересчитать можно. Придёт в голову создавать просвещение. Бля, это вот чё, он обо мне высказывается на протяжении 20 минут, что ли? Ничего себе. Ничего себе я заслужил. Тем более, в рамках какого-то там кружка. Это всё попахивает чем-то осмысленным, чем-то искренним. Не годится, нет. Если человек делает что-то последовательно, то есть, основываясь на своих искренних убеждениях... То есть, занимаясь наукой, или в рамках академического дискурса, или, я не знаю, в университете что-то делает, то... Он не постмодернист уже? Угу, окей. Ну, значит, никто не постмодернист, простите. ...в обсуждениях, то это обязано встретить скепсис, иронию, насмешку со стороны постмодернистского общества. Так у нас нет постмодернистического общества, у нас нет постмодернистского общества. Никто, блядь, над тобой смеяться не будет, нахуй. Всем поебать, чем ты там занимаешься, на самом деле, по большей части. Каждый человек своим чем-то занимается. Да лол, я приду, короче, в коммунистическое общество, начну свои идеи двигать, они надо мной смеяться начнут. Это постмодернисты они, или, блядь, модернисты? Кто, блядь, они такие? Ну, или просто скуку и безразличие со стороны наблюдающих. Примерно это... Господи, какой этот эфемерный замок, состоящий из вот этого вот дерьма. Серьезно. Насколько же эфемерно это говно, вот это постмодернизм, метамодернизм, хуе модернизм. Вообще этого нет. Этого вообще не существует. Это миф. Ну, шо я, ППШ, ну, надоели. Ну, вот, посмотрите. Только мне перезапускать страницу, наверное, придется, не? Если, если я хочу, чтобы что-то изменилось, он вот так выглядит. Давайте я назад спрячу, я видео смотрю все-таки. Мы уже работать начали, шо я прошу прощения. Если будет приблизительно ровно, он вытаскивает тайм-коды, мне, в принципе, без разницы, какие цифры он показывает. Я на него почти не смотрю. Его инициатива, к слову, и встретила. Зато на контрасте есть и другой пример. Варламов. Видный либеральный блогер. Варламов — это человек постмодерн, чистый симулятор. Он как бы обозначает протест, но за обозначением нет реального содержания. Все, что он декларирует, это только видимость. Он как бы декларирует свои цели. С чего ты взяла? Докажи! Или идеалы. Мир, дружба, жвачка. Но на самом деле он хочет продать вам мир, дружбу и жвачку. И это даже не метафора. Вот пример из последнего. Дану, докажи! Все помним, что Варламов готов стоять до конца возле посольства Белоруссии и смело брать интервью собравшихся. Он до конца прям искренне был готов за все хорошее против всего плохого. Да, она действительно сказала про политиков, а теперь перешла на блогеров почему-то. Очень последовательно. Но это же метамодерн. За убеждением. Оказалось, это просто рекламная акция. Буквально. Вестник Бури не продает коммунизм. У него просто там тоже же, да, есть денежные, как бы, взносы. Есть возможность вынести, как бы, деньги на коммунизм, если что, напоминаю. Это не продажа коммунизма, долбоебом. Или... А, ну, коммунизм просто не продается, прошу прощения. Рекламная акция с целью продать. Не только себя, свои видео, но и сам протест. Это не метафора, и тут нет никакой насказательности. Буквально. А протестующие они тоже, это, ну, циничные ублюдки, постмодернистический вопрос. Вот в Белоруссии, да, вот весь народ, это тоже общество постмодерна, получается, им что-то вот не круто, да, вот стебаться, саркастировать, когда у них там батька правит. Че, че они, короче, идут на баррикады, че они воевать-то начинают? Это по приколу они делают? Вопрос возникает сразу. Общество постмодерна, да, в Белоруссии, видимо, тоже. Основная характеристика общества постмодерна, это ирония, сарказм, там вот это ничего нереально, все отстой, да. Джон Дуэй пишет, в Белоруссии наступил метамодерн, потому что, да, трактирование, получается, че, они от скуки, как бы, с жиру бесятся, или им, ну, просто поприкалываться захотелось. Батька нормальный, они решили другого поставить, может быть. Я просто, я не понимаю. Ну ладно. Это была реклама, чтобы продать протест. Это недавний пост этого симулякорного демократа. Оказывается, что он теперь продает елки к Новому году, в том числе в Беларуси, сделав хэштег «Фри Беларусь», чтобы покупали лучше. Какая искренность идей! Тут продавали... То есть ты подъебываешь чувака буквально за одно его действие, связанное с продажей елок. Покупать надо промокоды, поехали хаслить на протестных... Представьте себе, как Владимир Ильич взбирается на броневичок и такой «Никакой поддержки временному правительству, конфискация помещичьих земель, буржуазная стадия революции завершена, товарищи!» А еще покупайте наши фирменные чашки с символикой большевиков. Всем подписавшимся под тезисами скидка 10%. Еще. Откуда Ильич деньги брал, вопрос? Откуда, блядь, у Ильича деньги? Напомню просто. Ну, он, может, никак не должен был деньги зарабатывать? То есть, по ее логике, Ильич вообще должен быть бедным. Вообще должен был ничего не зарабатывать, блядь. Откуда у него броневичок? Ладно, шутка. Ну, смешно, блядь. Банки грабил, пишет. У немцев. У немцова, наверное. Ладно, шутка. Это нелепо, потому что несовм... Ну, то есть, ну, блядь, стоп. Что нелепо? Несовместимо с искренностью убеждений. Почему несовместимо с искренностью убеждений? Почему чувак не может продавать елочки и быть либералом и выступать за протесты, при том, что либеральная, как бы, позиция не противоречит свободному рынку? И продажим елочек. Ау, блядь! Ау, тупая пизда! Просыпайся! Ты ебнутая, что ли? Нахуя ты эти видео снимаешь? Ты же ебнутая пиздец, ладно. Боже мой, какая она тупая. Но симулякерному протестному блогеру можно все, что угодно. Варламови никто... Ты один пример привела. Буквально один пример, не больше. Кто не заметит фальши и не будут насмехаться, потому что для постмодерновой реальности смешно... Ну что, получается, Ленин тоже постмодернист, может быть? Может, он саркастировал там на немецкие деньги? Может быть, только искренность. Она нелепа для посткультуры. А подобная лживость воспринимается как норма. Или возьмем музыку. А где там лживость? Я не увидел вообще никакой лживости. Вообще ни следа лживости я не обнаружил. Скажем, панк-рок. Это всегда про не подстраивайся под мир, про анархию, про бунт. Знаете, оказывается, что не обязательно. В мире постмодерна можно быть симулякром, обозначать панк, но уже без содержания. Есть, например, такая группа порнофильма. Это либеральный панк-рок. Ой, да ну все, либералы, короче, такие мудаки эти постмодернистические. Я просто в шоке. Что делать? Да только коммунисты искренние у нас. Только коммунисты искренние. Не-не-не-не-не-не-не. Эти чуваки-то они... Не, они мудаки, конечно, да? Они там поют про Навальные песни против Путина, против власти. А потом власти продаются сейчас, окажется, да? Они как-то так вот-вот выяснится, что они взяли как-то деньги у государства, и все, блядь, они теперь прокляты. Они прокляты, все. Конец. Не тру панки, блядь. Когда текст строится по принципу сбора заголовков с телеканала «Дождь», а автор текста страдает настолько искренне, что как только на дожде будут выходить другие подзаголовки, будоражащие молодых, то и тексты его песен сменятся в том же направлении, чтобы обслужить вкус толпы. Ну, соответственно, куча фанатов, орущие стадионы обеспечены. Всем хочется стимулякров протеста, не замечая, что искренности в этом ровно ноль. И наоборот, на их фоне есть другая панк-группа, сохраняющая душу на разрыв. Последние танки в Париже по ТВП. Я сама их не слушаю, но Егор их много слушает, так что тексты мне более-менее известны. Егор Летов, надеюсь? Шутка. Там есть и анархия, и плохой вокал, и непонятные маленькие клубы, и вообще оголённая душа поэта рвётся наружу, готовая биться за место под солнцем. Непонятно с кем, непонятно зачем, но искренне. Надо оно кому? Слушают их? Дуди берут у них интервью? Нет. Потому что не симулякры, потому что искренне, а значит плохо и глупо. Полная хуйня. Мы найдём огромное количество искренних всяких долбоёбов, которые популярны. В всяком случае для общества постмодерна. Какое об... Где общество постмодерна? Где оно, блядь? Покажи мне пальцем, блядь, на общество постмодерна. Я в ахуе просто. Слушайте, эти видео, блядь, состоящие из просто рандомных высказываний, которые просто, господи, клепаются ради того, чтобы просто быть. Это описательная система, которая просто существует для того, чтобы какие-то слова произносить. Это тупо, тупо, знаете, способ составлять предложение без какого-либо означаемого. Общество постмодерна, блядь. Все, блядь, постмодернисты, все, блядь, ироничные такие, все, блядь, такие саркастичные просто. Привет, генетический детерминист. Общество сарказма. У-у-у, какое общество-то у нас всё, да, прогнившее такое. Симулякры, всё искусственно, как бы, всё нереально, как бы. У-у-у. А когда ты пытаешься быть искренним, тебя сразу ненавидят. Тебя ненавидят, ненавидят тебя. У-у-у, блядь, общество всё, тебя ненавидит сразу. А как только ты не искренний, всё тебя любят сразу. Пиздец, ёбнутая. Ну и, наконец, мой любимый пример. Пример пока что побеждающего постмодерна, но с зачатками метамодерна. Это пример, собственно, одного и того же человека. Слава КПСС. Который, блядь, коммунист, нахуй. Да пошла ты в пизду, короче. Ебал просто. Который, будучи постмодерновым рэпером, был популярным и крутым исполнителем для миллионов. Но стал почти неинтересен, как только в последних альбомах Бутербродского или в альбоме Чудовище Бутербродского. Хороший ролик с твоей статьёй о науке. Просто и не особо заумно. Не думал видео покрасивее смонтировать. Народ сейчас это любят. Ссылка удалена. Спасибо, Анатолий, но я эту штуку у нас в триме как бы записывал, поэтому чё бы и нет. Спасибо за заказ, сейчас посмотрим. Чё-то сегодня деньги текут, это какой-то удачный понедельник я чувствую. Ой, это даже подтройной, видимо. Я выхожу на дорогу, это можно смотреть вообще? Вроде можно. Ну то есть, после... Ну посмотрим ваше видео обязательно. Спасибо, Анатолий Ге. Спасибо большое. Я, кстати, ебал мамку Ретархи. Всё, я постмодернист. Превращение в постмодерниста произошло успешно. Ебал мамку, короче, я всё. Пиздец, ладно. Искренне, неискренне, блядь. Как жёстко. Искренность просто. Привет, Батхёртв. Искренность. Анчи про Мирона. Ну иначе не то. Да, пока пост сильнее мета. И как она? Ну, такая же скучная коммунистка, как и дочь. Искренность лишь незначительное течение, однако я думаю, что у мета-модерна будет шанс. Во всяком случае, тенденция должна набирать обороты. Поэтому хотелось бы побыть немного наивной в заключении этого видео и сказать, что постмодерн не вечен. Настоящее должно победить симулякры, должны быть неизвергнуты, а новое... Коммунизм, короче, окей. Искренность породить новое настоящее искусство. Поэтому, если вы поддерживаете мета-модерн и тоже желаете утвердить новые смыслы и искренность в искусстве, то в описании я оставлю промокод и ссылку на мой новый мерч хэштегом «Вперед мета-модерн». Окей. А Пелевин не искренний? Вот Пелевин, он типичный писатель постмодерниста, да, постмодернизма, многие считают, в целом. Он не искренен в своем, там, буддизму, даосизме, во всех этих отсылках, в которых он что-то пытается нам сказать. Но он просто пиздит, что ли? Я просто серьезно, я не понимаю. Кстати, да, очень смешная штука. Очень, блядь, смешная штука. Она начинала с того, что ни в коем случае нельзя брать деньги, деньги, блядь, брать плохо. А потом у нас, блядь, мерч, короче. У нас мерч появился! С броневичка! Выходит Ленин и говорит, у нас есть мерч! Я словно смерч, революцию устрою, и вы его всех вокруг, но у меня есть мерч. Покупай мой мерч, покупай мерч, покупай мерч, пожалуйста, покупай наш мерч. Не будьте безразличными соединениями. Вот это я понимаю постмодерн. Симулякор? Симулякор это отсылка без реальности, то есть, ну, собственно, так... Да у неё тут своё понимание симулякора есть такое. Сизерцателями, становитесь творцами новой искренней. Симулякор это когда, в общем, слово есть, а смысла нет. И, по сути, всё у нас в языке превратилось в такие, знаете, симулякры. То есть, язык, вообще, смысловая структура, вне зависимости от того реального мира, сама на себя постоянно начинает ссылаться. То есть, слова сами друг на друга постоянно ссылаются. Из этого, получается, сеть гипер, такая вот гиперсетка из симулякров, в которой нет ничего настоящего. ...новых смыслов. Покупайте мерч. Блядь, реально покупайте мерч? Я ещё подумал, я обосрался, может, она его раздаёт бесплатно, этот мерч, знаете? Я подумал, блядь, а вдруг я поторопился сейчас? А вдруг она не продаёт свой мерч? Сука, блядь, а? Ёбаная постмодернистка. Опять, блядь. Только до Варламова доебалась, ёлочки, сука, продаёт. И сука продаёт ёлочки, вот мудак. И в конце такая, блядь, у меня есть мерч метамодерна. А? Покупайте мерч метамодерна. Давайте бороться за метамодерн вместе и покупать, блядь, мерч. Ну так, убедительно? Нет никакого мерча, это была ирония. Лол, ты, блядь, наебала нас, сучка. Ты нас наебала, да? Постерония, ясное дело. Да нам похуй было бы, слушай, если бы ты продавала мерч, если бы ты продавала мерч, но не выёбывалась на Варламова, при этом не было бы никакого противоречия и всем было бы плевать. Ты просто доебалась до Варламова, поэтому было смешно. Наебала, наебала, вот это да. Вот это да. И при этом, блядь, патреон сразу, короче. Опа, патреон. Слушайте, а Варламов деньги зарабатывает? Варламов-то деньги тоже зарабатывает таким образом. Патреонщики там всякие, всё такое. Может быть, тоже нельзя? Ну как бы, блядь, мы искренне же, мы искренне, да? Какой нахуй патреон? Какой патреон, блядь, в обществе этого метамодерна? Какой нахуй патреон? Вы чё, охуели? Ну то есть, в конце концов-то, всё равно, блядь, тот же самый мерч, как бы, вот он. Вот он, блядь, мерч. Добро пожаловать. Вот, блядь, она продаёт какую-то продукцию. В данном случае своё творчество, собственно, продаёт. Вопрос. Ирония или мета-ирония? Что это вообще? Не понимаю. Да я нихуя не понимаю с их разделениями этими. Кто зарабатывает деньги, тот постмодерн. Ну то есть, вообще, сам факт того, что ты зарабатываешь деньги, уже тебя, как бы, в постмодерн забивает неожиданно. Кто бы мог подумать. Кто зарабатывает деньги, тот постмодерн. Субтитры сделал DimaTorzok